Привет, друзья! И сейчас мы посмотрим передачу Московская феносреда о сезонных изменениях, которые происходят в природе Московского края на текущей неделе. Ну и мы видим, что сейчас погода настоит просто райская, очень благодатная, очень хорошая становилась и после дождей и достаточно сильного ветра, довольно холодной погоды, пришло к нам бабье лето, так называемое, то есть возврат летнего тепла, ну, может быть, не в полноте, но все-таки сейчас достаточно тепло, сегодня вообще очень теплый день, температура достигала 20 градусов, даже, может быть, в некоторых местах ее и превышала. Ну, в общем, прямо скажу, даже по себе, вот мы сегодня гуляли по скверу на 2-й песчаной улице и даже припекало на солнцепеке, даже был так, довольно-таки, даже немножко пропотел, настолько было тепло. Вот, ну, в тенечке вообще хорошо. Ну, в целом, очень комфортная погода и достаточно необычная, к тому же для этого времени года, вот, и температура сейчас превышает норму даже на целых 2,5 градуса, ну, а может быть, даже и несколько больше. Конечно, сейчас должно быть несколько попрохладнее, но и бабье лето, оно часто бывает все-таки тоже более прохладным. Но, как ни странно, эта погода, она будет с нами дальше, еще, по крайней мере, несколько дней, может быть, даже задержится и до конца месяца, вот, и ближайшие, не ожидается едва ли даже не увеличения тепла, ну, по крайней мере, температура будет находиться в районе 20, а может быть, даже и более градусов. Что, опять же, довольно не характерно, но для нашего климата, но в целом, надо сказать, что это, конечно, следствие глобального потепления климата и, в общем, надо сказать, что в последние 30 лет примерно, ну, 20-30 лет сентября у нас в целом достаточно теплые. Ну, вот, за 30 лет половина сентябрей превышала норму на 1 и даже более градусов. Вот, сейчас превышение на 2,5 градуса, но в целом, вот, превышение было в половине сентябрей, вот, за 30 лет на 1 и даже более градусов. Ну, а остальные, как правило, были сентябре просто нормальными, скажем так, да, то есть, ну, достаточно теплыми, но в целом, вот, в пределах нормы. А в половине примерно была превышена норма. И только лишь 3 сентября, всего 3 сентября, и то они были в 90-е годы, которые были несколько холоднее, немножко холоднее, чем норма, вот, за последние 30 лет. Так что, вот, уже получается, что у нас в среднем температура, она все-таки повышается, и все теплее и теплее становится на наших широтах. Вот, что, в общем, в целом, как мне кажется, неплохо. Ну, по крайней мере, для нас, для людей. Ну, для природы, не знаю, может быть, это не так уж хорошо, потому что все-таки, ну, скажем так, она ориентирована на, в общем-то, ну, более прохладную погоду. И ведь деревья никак не могут сбросить из тву, потому что очень, действительно, теплая погода не позволяет им это сделать, вот, а уже, наверное, может быть, так сказать, они бы и хотели это сделать и отдохнуть, уйти в зимнюю спячку. Ну, и равно, как и животные многие тоже, которые, особенно, в спячку, так сказать, уходят, они тоже никак не могут угомониться, потому что, в общем, погода просто очень теплая. Ну, те же мухи иногда летают, вы можете это видеть, да, вот, как-то все это, всякие насекомые разные тоже там ползают, летают еще, потому что, ну, Солнце, они реагируют на Солнце. Ну, Луна у нас сейчас растет, после новолуния еще пока маленькая, но постепенно она будет увеличиваться вплоть до полнолуния, которая наступит 2 октября, то есть еще примерно через 10 дней. Ну, и долгота дня у нас все равно уменьшается, несмотря на то, что довольно тепло, сейчас большие перепады между ночными и дневными температурами, хотя утром, в принципе, сегодня, например, было не очень холодно, так нормально вполне, но вчера было довольно прохладно, но и в предыдущие дни сегодня нет. Вот, да, и долгота дня у нас за неделю уменьшилась на полчаса, и сейчас она составляет 12 часов 10 минут примерно, вот. Ну, и восход Солнца у нас около 6 часов утра и 20 минут, ну, а заход около полседьмого вечера. Ну, и естественно, что долгота в любом случае будет уменьшаться, и осень все равно, несмотря даже на то, что она пока такая теплая, отступает в свои права, и ничего с этим поделать еще все равно нельзя. Уж не так сильно прям у нас климат потеплел, чтобы прям было как где-нибудь в Турции, там, или даже в Западной Европе. Ну, и сейчас я хотел бы с вами посудить такую тему, как введение платы за вход в особо охраняемые природные территории. Дело в том, что летом этого года, по-моему, в июле был подписан указ, он не секретный, вполне открытый, но указ правительства России, ну, в общем, он не афишировался, скажем так, то есть его подписали и как бы вот, ну, опубликовали, естественно, там, да, в российской газете, как обычно там все указы публикуются, вот. Но как-то так все это, особенно в прессу об этом не говорилось, и лишь не так давно как-то это вышло, в принципе, на поверхность, что, в общем, в этот указ как-то возник на средствах массовой информации, в общем, был, в принципе, обнародован широкой общественности, и связано это было с тем, что уже, в общем, этот указ, в принципе, сейчас хотят начать реализовывать, то есть до этого он просто был подписан, ну, а теперь уже, в принципе, хотят перейти к его реализации. Вот. Ну, и первым такой территорией, которая хотела его реализовать, стал Лосиный остров. Вот. И Лосиный остров сказал, что он хочет брать плату за вход на территорию вот этого вот заповедника, заказника. Ну, это не заповедник, а заказник. Ну, особо охраняем природную территорию, скажем так. Вот. И таких территорий у нас в Москве дополна. Это и Битсовский лес, это и Москворецкий, вот это особо охраняем природную территорию, заказник тоже, да, вот, это и там Бутовский лесопарк, да, и Серебряный Бор, кстати, допустим, это тоже особо охраняя природная территория, и множество других вот территорий, то есть Тропаревский парк, там, Анинский лесопарк, ну, все что угодно, у нас очень много, то есть в Москве, только в одной Москве, и таких территорий там, ну, наверное, несколько десятков, да, даже вот, может быть, покажется какой-нибудь там пустырь, да, вроде бы там, да, вроде такая, как, бесхозная, как будто бы территория, а на самом деле она никакая не бесхозная, а это именно просто природная территория, особо охраняемая, причем при этом, и можно видеть даже вот разные объявления, что это вот именно, ну, при входах там такие, да, знаки, там, кирпич-то нельзя объезжать, и разные вот объявления, что это особо охраняемая территория, там, и со всеми вытекающими последствиями, что там запрещается, разрешается и так далее, Такие таблички можно встретить очень много где-то в Москве. Ну и теперь вот за пребывание на этих территориях хотят взимать плату. И Лосиный остров тоже сразу же как-то откликнулся на этот призыв. Но потом как-то, поскольку люди возмутились, то, по крайней мере, пока он отступил. И, в общем, пока решил плату не брать, именно непосредственно за вход. А, ну, брать там за разные, так сказать, какие-то услуги. Но это уже совсем другое. Собственно, эта плата, она бралась и до этого. Поэтому здесь, в принципе, ничего такого нет. Какие-нибудь там экскурсии, допустим, там разные лекции, ну и все такое. Типа кружков каких-то, пожалуйста. За это, в общем, плата, естественно, берется. Но непосредственно за сам вход и пребывание за это брать пока не будут. Но я думаю, что это может быть пока только так вот первый наскок. Пока еще, как бы, первая такая реакция. Но не факт, что к этой идее потом тот же Лосиный остров, да и другие, в принципе, в общем-то, такие вот природные территории, они не вернутся. Да, и не захотят брать плату за вход и пребывание там. Значит, что по этому поводу я бы хотел сказать. Ну, собственно говоря, в общем-то, цель этого запрета вполне понятна. Это взять с людей деньги. Это вполне прозрачно. И тут даже не надо, как говорится, к бабке ходить и какие-то искать какие-то большие потайные смыслы. Ясно и понятно, что, ну, поскольку ситуация в экономике ухудшается пока, что поскольку, так сказать, как-то в целом, и в целом в стране, да, и, так сказать, как-то нефть особо не растет, и газ, основные, так сказать, доходы государства, то решили, сейчас вот уже не знаю, с чего взять деньги, в принципе, с людей, да, с каких еще вот акцизы там повышают, да, и, в общем, разные налоги и все такое. Ну, и вот, а давайте вот еще будем брать еще за пользование, так сказать, разными просто природными территориями, скажем так. Ну, понятно, то есть взять с людей деньги. Ну, понятное дело, что хорошего в этом ничего нет, это совершенно незаконно, потому что пребывание в таких вот территориях, это, так сказать, вы эти деревья не сажали, вы эти леса не сажали, вы эти природные территории не создавали, это создала сама природа, и вы никакого права не имеете брать деньги за то, что люди будут там находиться и пребывать на воздухе, там, заниматься физкультурой, там, и просто отдыхать и так далее, да, то есть это испокон веков, как говорится, люди там пребывали, никто за эту плату не брал. Там еще, знаете, брали, я помню, в советское время там была плата за вход в некоторые парки, парки, ну, например, брали плату за вход в Паргольку, например, в Сокольники, там, допустим, да, ну, некоторые другие, то есть были входы, в некоторые парки был платным, но, понимаете, все-таки нельзя путать парки и природные территории, то есть сейчас мы говорим не о входе в парки, а о входе именно в природные территории, вот типа Лосиного острова, потому что парки все-таки создают человек, и тут можно сказать, да, вот мы, извините, вам создали, так сказать, какие-то условия, вот парк, он огороженный там, допустим, да, вот, извините, тут вот мы там наводим порядок и так далее, хотя за все это, в принципе, мы платим, это тоже все, все это оплачивается, но, по сути дела, тут еще как-то можно сказать, что все-таки парк это именно оккультуренная территория, и как бы здесь еще о чем-то можно говорить, но когда мы говорим о именно природных территориях, которые, так сказать, создал Господь Бог, и, в принципе, они существовали еще с давних времен, и до сих пор еще островки, островки какие-то остались у нас, да, какие-то части вот этих больших лесных массивов, вот, то, конечно же, брать за это деньги с людей совершенно неправомерно и совершенно, ну, я бы даже сказал, чудовищно, да, то есть это надо же такое было придумать, то есть уже фактически брать деньги просто за воздух, да, за то, что человек находится на свежем воздухе, гуляет, отдыхает и, в принципе, в общем-то, ну, проводит свой досуг, да, и вообще просто, так сказать, хоть немножко, да, отдыхает от суеты города, да, хоть как-то вот, хоть чуть-чуть как-то снимает напряжение, стресс там, да, и так далее, оздоровляется, ну, как можно за такие вещи брать, в принципе, плату. То есть это, в общем-то, вообще незаконное действие совершенно. И все это, в принципе, содержание всех этих природных территорий, да, можно сказать, что, ну, это требует содержания, да, это требует денег, вот, значит, тоже Лосиностров, так сказать, плачется про то, что, значит, у нас нет денег на содержание, мы вынуждены были уволить всех егерей, которые там, вот, поддерживают состояние этого природного комплекса, и вот мы хотим теперь брать деньги, чтобы, соответственно, это, так сказать, как-то все это поддерживать, да, и так далее. Ну, на самом деле, на все это выделяются средства из бюджета, там, как уж они растрачиваются, да, и, опять же, хотелось бы тому же Лосиного острова и прочим продемонстрировать вообще, на что тратятся деньги, которые выделяются на содержание вот этого национального парка и других подобных природных территорий. То есть, это, на самом деле же, деньги выделяются, но куда они потом расходуются? Вот это вопрос, и можно было бы показать нам, допустим, людям, да, москвичам, а, собственно говоря, на что вы расходуете деньги, как вы их расходуете? Ну, вместо тем, просто голословно говорится про то, что вот у нас нет денег. Ну, возникает же вопрос, а что же у вас нет денег? Понимаете, проблема же еще заключается и в том, что вот эти природные территории, да, они совершенно не умеют зарабатывать деньги. Понимаете, они не умеют. А деньги надо брать за что? Например, за продажу сувениров, за продажу каких-то книг. Вот вы понимаете, я бы с удовольствием заплатил, например, тому же национальный парк Лосиный остров, если бы вы выпускали какие-то сувениры, какие-то, допустим, интересные какие-то брошюрки про Лосиный остров, да, какие-то интересные книги, интересную продукцию. Вы можете, понимаете, выпускать футболки какие-нибудь, да, с каким-то изображением лосей, допустим, да, то есть привлекать туристов, привлекать людей, которые туда приходят. Ну, точно так же, как поступает, допустим, Коломенская, Царицыно. Почему там, допустим, сувениры и прочая продукция продается, и, кстати, имеет очень неплохой спрос. Туда иностранцы приходят многие, да, и не только. И москвичей полно, и гостей нашего города, и из других городов приезжают. И берут на память, и я, кстати, очень много чего купил и в Коломенском, и в Царицыно. Вот. Так почему вы этим не занимаетесь? Что мешает вам создать какие-то киоски, допустим, такие вот, около входов, основных там, допустим, парк, где особенно большое количество людей заходит, да? Что это, что вам мешает это сделать? Потом, хорошо, значит, проводите какие-то экскурсии. Проводите экскурсии, проводите, так сказать, разные прогулки. Да, этим немножко вы занимаетесь, но, опять же, это слишком мало, вы это не афишируйте практически. То есть надо больше заниматься рекламой, что вот проводится какая-то экскурсия. Надо для людей работать, делать экскурсии в удобное время. То есть не просто вот там вот одна экскурсия там где-то в месяц, там, в неделю, да, в какое-то время, которое часто людям неудобно. А надо идти навстречу, надо стараться как можно больше рекламировать и приглашать людей. Приглашать. Понимаете? Не просто, типа, а, ну, так сказать, хотите приходить, хотите нет. То есть это какая-то такая плевая позиция, да, как бы. В принципе, нам все равно. Ну, если хотите, можете так. Понимаете? А наоборот, нужно вести достаточно такую активную и интересную такую именно рекламную кампанию своего рода, да, чтобы стараться популяризировать вот именно свой тот национальный парк, природные территории, чтобы люди туда ходили, вот, что-то делали. Это уже ничего практически не делается. Да, какие-то лекции делают, лектории, допустим, по истории этого места, по современному пользованию этим местом, да, то есть это можно было бы, так сказать, сделать целый цикл, цикл лекций, да, действительно настоящей лектории. На целый год можно было бы все рассказать. Настолько интересно это вот, допустим, тоже Лосиный остров или там Битцевский парк, да все угодно, как это все любое, практически. Москворецкий там, допустим, парк, Бирюлевский дендропарк, да все что угодно. Каждый уголок Москвы имеет очень богатую историю. И стоит только этим заняться, и наверняка можно найти специалистов, которые все это сделают, интересно расскажут, покажут. Все это, естественно, должно сопровождаться демонстрацией каких-то фильмов, то есть какой-то наглядной агитации, какими-то стендами, какой-то литературой. Ну, то есть этим же надо заниматься, понимаете? Какой-то мастер-класс, хорошо, какие-то мастер-классы делать, какие-то кружки, допустим, делать можно тоже, для детей, конечно, в основном, да? Но я думаю, что и взрослые могли бы туда, допустим, пойти, да? То есть какие-то вот эти, какие-то занятия физкультуры, но не только вот там, как вот люди там бесплатно занимаются, можно сделать платные какие-то занятия, допустим, тоже, да? Ну, с инструктором, допустим, да, чтобы это действительно была какая-то система, какое-то обучение, какой-то цикл упражнений определенных, не просто там лишь бы только время провести, а действительно бы это было какое-то целенаправленное занятие. То есть такие вещи тоже, вот вам еще источник дохода. И, конечно же, брать людей штрафы. Понимаете, вы же этого не делаете практически. Ведь в том же Лосином острове полно людей, которые делают шашлыки, которые устраивают совершенно несанкционированные пикники, которые въезжают на машинах, я много раз это видел, и в Лосином острове, и в других природных территориях. На машинах езжают, и паркуются там, и устраивают всякие там вот эти кострища, всякие вот эти совершенно незаконные разведения костра. Это же запрещено, соответственно, на всех, не только в Лосином острове, а вообще на всех охраняемых территориях. Запрещено. И людей за это надо штрафовать. Причем штрафовать очень серьезно, не на какие-то там 5000 рублей, это очень мало. Штрафовать надо тысячные 50 на 100, а может быть даже и больше. Ну 50-100 это такая хорошая сумма. Вот она уже очень сильно так людей отрезвляет. И заодно очень хороший источник дохода для, так сказать, этого природной территории. То есть если нарушает человек что-то, надо же... А то у нас ведь везде как говорят, что мы каждого человека видим, мы же все за каждым следим, да, мы все видим, чем человек занимается. Ну так, а что ж вы так следите, что у нас все природные территории, они практически все заброшенные какие-то, да. Они как бы действительно все какие-то бесхозные, все валяется, замусорено. Ну как так вот, за выброс мусора, видите, написано, что нельзя, допустим, выбрасывать мусор. Так вы штрафуете людей, которые это делают, а таких людей очень много, которые этим занимаются. Вот вам еще источник дохода. Ну как бы, да, это плохо, что, конечно, да, вот на штрафах. Ну что делать, если люди не понимают? А если когда поймут, ну значит, все, этого источника дохода не будет. Но все равно, еще раз говорю, что главный источник дохода должен быть именно вот, так сказать, какая-то вот выпуск сувениров, агитация, то есть книжек какой-то, да, и проведение экскурсий, лекций, то есть каких-то кружков. Вот это самое главное, в общем-то, и должен быть источник дохода для, так сказать, тех или иных вот этих территорий. Вот это, в принципе, везде можно организовать, при желании, да, было бы желание. Но это надо, да, это надо делать, этим надо заниматься, но никто же этого делать не хочет. Вот, а проще, да, вот просто брать плату за вход. Потом, понимаете, для того, чтобы взять плату за вход, для этого нужно территорию огородить. Вы вообще, как себе представляете, вот брать плату за вход и пребывание? Вот, например, Лосиный остров, это же, это несколько тысяч квадратных километров. Это вот как вот вы, как это можно брать плату за нахождение, вот это как? То есть придется все огородить, все должно полностью быть огорожено. И, соответственно, сделать какие-то вот отдельные пункты пропуска, вот там, там где-то вот, ну, так вот их вот сделать, в некоторых местах, да, ну, где особенно там люди проходят там где-нибудь со стороны, там, Яузской аллеи, там, допустим, платформы Яуза, где-нибудь там со стороны Красно-Богатырской улицы там взять, еще где-нибудь, ну, вот так вот наставить их там везде где-нибудь там, да, вот. И, соответственно, да, уже можно брать, то есть, соответственно, поставить этих самых охранников страшных, да, вот, наводящих ужас на всех, вот, чтобы еще платить им деньги за это, кстати, нужно будет, да. Представляете, а как без охранников? Кто-то же должен брать деньги за это, значит, это охрана надо ввести во все эти территории. Ну, вот как вот люди вот такие вот вещи, понимаете, значит, еще придется все это добавлять, да, вот. Потом, понимаете, люди же будут выламывать, они же будут все это, значит, надо будет ввести камеры, понимаете. Ну, вот вообще, представляете себе, вот это что, это что такое вообще, во сколько все это выльется, какие вообще затраты будут, и оправдаете все это, так сказать, потом вот эти расходы на вот это все огораживание, да, И на всю эту охрану, на все эти камеры, да, то есть оправдает ли все это потом в итоге вот эти вот деньги, которые, соответственно, люди будут потом давать. Ведь понятно, что далеко не все согласятся это сделать и, так сказать, платить такие вот деньги большие. Конечно, нет. Вот, я уж не говорю про то, что огораживание, ну, то есть людей будет, естественно, меньше ходить, понятно, с деньгами, но само по себе огораживание, оно очень вредно воздействует на психику человека. То есть это очень-очень мощное такое психологическое воздействие. Вот именно эти природные территории, они и хороши тем, что здесь вот раздолье, простор, понимаете, вот эта свобода. А когда все это вот ограда, опять в загон загнать, да, вот это все, ну, я еще раз говорю, на психику это действует достаточно вредно, на психику человека. И поэтому, ну, и не только на психику, вообще в целом это и на физическое здоровье тоже воздействует. Ну, все связано же в человеке, поэтому человек, он же все равно, как говорится, душа и тело неотделимы в человеке же в любом случае. Вот, и поэтому, так сказать, все это очень такое негативное оказывает воздействие, и уже далеко не так вот, так сказать, полноценно человек может отдыхать, если все это, опять же, обнесено оградой, опять все в каком-то загоне происходит, за деньги, под камерами. Это все совсем уже не то. То есть это тоже надо понимать, понимаете, то есть понятно, что деньги, но еще и вот это тоже. Ну, конечно, здесь еще, понимаете, да, помимо денег, еще я думаю, что здесь, конечно, еще идет и такой психологический тоже прессинг, то есть такое давление на свободу людей, то есть как бы вот тоже попытка, опять же, всех немножко загнать в загон, всех, опять же, контролировать, как сейчас это везде происходит, все везде, камеры повесили, чтобы полностью каждый человек был под контролем, чтобы, не дай бог, а то что это там, вишли, разгулялись, да, то есть там где-то гуляют, что-то делают, а мы не знаем, да, вот мы тоже хотим всех учитывать, всех должны контролировать, кто ходит, там, что делает и так далее. Ну, понятно, что в каком-то смысле это тоже, конечно же, идет некоторый прессинг, это тоже надо учитывать, то есть не только деньги, деньги это тоже, конечно, это самое главное, несомненно. Но есть вот еще вот этот тоже вот момент такой, что именно связан с ограничением свободы, то есть попытка, опять же, так сказать, каждого человека вот именно проконтролировать, ну, как бы большой брат слит за собой, да, вот этот момент. Ну, и вот, вот что я хочу сказать, то есть, конечно, все это очень печально, что вот эти все такие законы принимаются, и у людей и так тяжело в городе, да, и так сложно, потому что многие люди страдают, особенно со слабой психикой, особенно такие вот неустойчивые, а таких людей очень много сейчас, и с каждым годом все больше, вот, и так сложно, да, когда такое перенаселение, когда постоянно, и тут еще, так сказать, вот хоть какая-то отдушина, да, вот хоть немножко как-то выйти, погулять, хоть как-то вот, и вот это тоже старается у людей, фактически, ну, ограничить, скажем так, да, вот такую свободу, вот. Ну, и еще говорят, что вот там тоже Лосиностров, что вот очень большая антропогенная нагрузка, ну, скажем, ну, вот, и поэтому, мол, надо хоть немножко ее как-то снижать, да, эту нагрузку. Ну, на самом деле, это совершенно, это ложь, это ложь, это совершенно неправда. Никакой такой чрезмерной антропогенной нагрузки, никакого большого количества людей, ни в Лосином острове, ни в других вот подобных территориях нету, даже близко. У меня вот недалеко от дома тоже находится такая особо храняемая природная территория. Там вообще, как говорится, практически никого нет. Раньше еще как-то люди ходили, а сейчас практически нет. Она небольшая, но все-таки она тоже есть, практически там никого нет. Там она с собаками гуляет, ну, так, кто-то ходит, какие-то там ошиваются, ну, особенно как-то уж много желающих нет. Ну, конечно, и Лосиный остров, там такие вот большие территории, да, там Тропаревский парк, ну, да, это, конечно, там народ чуть побольше. Но, вы знаете, уж особенно много там, в принципе, народу, в общем-то, нету. Даже выходные дни, даже там по вечерам, ну, да, народ так вот бегает, конечно, ходит, там тот скандинавскую ходьбу, вот этот с палками, там, ну, какие-то упражнения делал, кто-то с собаками, кто-то там, в принципе, просто сидит на лавочке, там, да, ну, такие вот, в общем-то, просто воздухом дышит, да, там прохаживается, эмоционы совершает. Да, это, конечно, ну, знаете, особого уж много народу, в принципе, в этих вот таких вот территориях, на особо охраняемых, в общем-то, нету. Вот, даже на таких вот, в общем-то, центральных, ну, в принципе, в центре, да, вот этого того же Лосиного острова, допустим, на Мранцевской просеке, на Бумажной просеке, и то уж особенно, ну, конечно, там побольше народу, чем где-нибудь там, ну, чуть подальше, да, вдаль, да, все-таки асфальтированная территория, там все-таки все создано для того, чтобы, как бы, физкультурой заниматься, но даже там народу не так уж и много. А тем более на других, чуть отойдешь, вообще практически никого. Я вот в такие территории, когда попадаешь, думаю, вообще, ты где находишься, где люди хоть кто-нибудь есть или нет, понимаете? То есть, поэтому говорить о какой-то антропогенной нагрузке, ну, это смешно, это неправда, и это просто лишь, ну, хоть как-то надо обосновать то, что вот мы хотим ввести плату за вход. И, в общем-то, как-то попытаться подбить под эту какую-то базу. Но на самом деле, в общем-то, ничего такого подобного на самом деле нет. То есть, какой-то антропогенной нагрузки этого нет. Что касается замусоренности, ну, еще раз говорю, здесь, во-первых, это просто, так сказать, нежелание, так сказать, в музее брать штрафы с людей, штрафовать, заняться этим делом, да, вот это. И какой-то, наверное, нецелевой расходный средств, которые фактически на это выделяются. Потому что, по сути, еще раз говорю, мы за эти природные территории платим. Люди, мы, москвичи, мы за это платим. Платим своими налогами. Не конкретно, вот именно, непосредственно на эти территории, а именно путем налогов, которые идут в бюджет, и, соответственно, потом все это из бюджета распределяется. Да, и поэтому, чем вот каждый год перекладывать бордюр и плитку, да, и постоянно что-то копать, и постоянно тысячи раз укладывать асфальт, дело без дела и все, так не лучше ли вот эти деньги, которые, опять же, в бюджете потратить, допустим, на вот эти природные территории, чтобы хотя бы почистить их от мусора, да, и как-то вот хоть немножко их как-то вот именно облагородить, да, привести в какое-то нормальное более-менее состояние, но так, чтобы только там, конечно, не все так вот посечь, как это у нас часто бывает, а именно очень аккуратненько какую-то санитарную рубку провести, где это не требуется, там, полечить от болезней какие-то деревья и так далее. Но, еще раз говорю, мы фактически за это уже заплатили. И брать за это еще отдельный вход с созданием, неизбежным, да, именно вот этих вот огороженных территорий, с охраной, с камерами, вот, а иначе это просто бессмысленно, да, потому что люди будут просто обходить эти, как если не огородить территорию, просто будет обход, а территория, поскольку большая, то обойти ее проблем никаких не составит. Так вот, вместо этого, так сказать, конечно, намного проще просто заняться этим, ну, скажем так, выделять деньги правильно и развивать вот эти территории на те деньги, которые мы и так уже в бюджет заплатили. Ну, и поэтому просто хотелось бы надеяться на то, что все-таки этот закон реализован не будет, да, и что все-таки, и слава богу, и Лосин остров одумался, по крайней мере, пока, и сдал назад. Ну, и будем надеяться, что и на других подобных территориях тоже того, что планируется, такого безобразия и плата за вход все-таки не будет, и этот закон, он, в общем-то, так и останется на бумаге, как, в общем-то, и многие другие законы, которые тоже принимаются, а в итоге, по сути дела, не исполняются. Ну, и будем надеяться, что этот закон, он исполненный будет, потому что, еще раз говорю, если он будет исполняться, то ничего хорошего этого не будет. Вот, то есть люди во многом будут сильно ограничены в том, чтобы посещать вот эти территории, не все захотят платить, плюс не так себя будут хорошо чувствовать, не такой будет полноценный отдых, потому что все, опять же, уже будет под наблюдением, под камерами, и так далее. Ну, в общем, ничего хорошего из этого, в принципе, не будет. А пойдут ли деньги, опять же, на развитие этой территории, или там дяде в карман, да, какому-нибудь там руководителю, то есть куда будут эти деньги тратиться, опять же, да, это еще большой-большой вопрос. И я думаю, что они будут тратиться, в большей части, не на развитие этого или иной территории, за вход, в которую будут брать плату, а, опять же, вот себе в карманчик, там положат, да, ну, немножко какую-то часть, может быть, все-таки потратят, там, на какую-нибудь очередную плитку, там, уже и там будут все плитками обкладывать, ну, и так далее, и на всякую там другую лабуду. А по сути дела, ничего так, в общем-то, сделанной-то вряд ли будет. Ну, это вот такое мое мнение по такой проблеме и теме, которая, в принципе, в последнее время довольно активно обсуждается. Я думаю, нам надо тоже было на эту тему сказать. Ну, и в заключении, как обычно, народный календарь на эту неделю, 21 сентября, был большой церковный праздник, день Рождества Пресвятой Богородицы, еще этот день называли Астоженки. Астоженки, Астоженки, это праздник урожая, вот, его справляли целую неделю вот эту, вот, с играми, песнями, плясками и перами. Ну, в огородах продолжалась уборка лука, ну, а на пасеках пчелы готовили к зимовке. Также в этот день, в понедельник, день был осеннего равноденствия, и отмечали вторую встречу осени, наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, она была хорошая, то и вся осень должна быть такой, ну, будем надеяться. Вчера, 22 сентября, поздравляли матерей, потому что праздновали память и Акима, и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Вот, и, собственно, чествовали акушерок, как их раньше называли, повивальными бабками. Ну, и пекли пироги, варили кашу, звали женщин на застолье. Ну, а женщины, которые не могли еще пока вот иметь детей, то они молились как раз и Акиму, и Анне о зачатии ребенка. Сегодня 23 сентября, и созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой. Ну, у нас пока еще заморозков фактически не было, но вот рябина, она действительно от мороза становится более сладкой и пригодной для питания. Ну, и, соответственно, считали, что надо теперь рябину есть как раз с этого дня. Ну, а ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них компоты и квасы. Завтра, 24 сентября, и в этот день раньше подводили итоги осенним трудам. Убирали последний лук с грядок и уносили в омшане кули с пчелами. Ну, и также ходили посмотреть как раз тут озимые культуры. И если из-под земли уже были видны сильные густые всходы, то это обещало хороший рожай на следующий год. То есть уже хорошо укоренились растения, и на будущий год они перезимуют под снегом и уже дадут хороший урожай довольно рано весной. 25 сентября, в пятницу, змеи в последний раз появляются на свежем воздухе, а потом уходят в спячку. Ну, и остальные животные тоже готовятся к зиме, устраивают норы и берлоги. 26 сентября, в субботу, в этот день убирают с грядки последние корнеплоды, репу, слепу, редьку, морковь. Ну, уже в основном убрали, и у нас уже многие, в принципе, все уже фактически. Уборка закончилась почти, но где-то еще там добирают, да. Вот, и последний репу с огорода вон. Считалось, что с этого времени корень уже не растет в земле, а зябнет, то есть наоборот гниет. Вот, и в это время уже были обычно достаточно большие заморозки. Не знаю, как в этом году, может тоже будут, но пока их нету. Вот, ну, так, может, кое-где на почве, то по местам. Вот, ну, и уже не могли погубить урожай, поэтому старались с уборкой поспешить. Ну, и, наконец, 27 сентября еще один большой церковный праздник. День возвижения Честного Креста Господня. Этот праздник случился в 4 веке еще, при императоре Константине и жене его Елене, которые как раз-то воздвигли вот этот крест в Константинополе. Вот, ну, и, собственно, день возвижения или сдвижения, как называли, но и этот день считался постным, поскольку крест это через крест, через крестное распятие Господь дал нам спасение. Ну, и поэтому в этот день ели капусту, ну, и всякие капустные блюда, все, что связано с капустой. Вот, и еще за 3 дня до праздника кочаны убирали с огорода, очень готовили их, вот, и, соответственно, потом уже делали всякие блюда. И были специальные капустные вечеринки, вечера такие, еще их вечерки называли. Ну, и они, в общем, собирались много людей, и все сопровождалось шутками и вообще таким хорошим весельем, добрым. Ну, и также заготовили капусту на зиму. Ну, вот такая выдалась нынешняя неделя у нас в Москве, в нашем московском крае. Ну, и будем надеяться, что тепло нас еще будет радовать и дальше как можно больше, и, возможно, оно даже пойдет и на октябрь. Ну, а как уж будет на самом деле, будем смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok